В Саратовской области в 16-й раз прошли региональные соревнования школы безопасности и полевой лагерь «Юный спасатель». До этого финальный этап проводился всегда в Саратове, но в этом году честь принять лучшие команды со всей области доверили губернаторскому автомобильно-электромеханическому техникуму. Это высокое доверие. Надеемся, что мы проведем на должном уровне. Я о победах не думаю. Как сложится, так и сложится. Но благодарю те команды, которые приехали сюда на эти соревнования, надеюсь, пройдет все без изъяна, без вопросов. Мы готовы к тому, чтобы проводить, я надеюсь, и Россию. На региональный этап соревнований съехались восемь сильнейших команд. Ребята долго готовились к состязаниям и получили право участвовать в них после победы в муниципальном этапе. Все участники соревнований занимаются в кружках, так или иначе связанных с изучением правил действия в чрезвычайных ситуациях. Поэтому задания, которые обычному школьнику или студенту показались бы невыполнимыми, для них были вполне привычными. У нас команда меняется каждый год. Десятый класс всегда ездит. Но я ездила в прошлом году тоже в девятом классе. В этом году впервые в Балаково проводятся. И тут новые этапы. Я их впервые вижу. Достаточно сложно уже. Вот сейчас у нас есть некоторые проблемы штрафные. Это большая честь поучаствовать здесь. Во-первых, это тренировки каждый день по 3-4 часа. Все переносили это с достоинством, упорством. И все добивались того определенного результата, которого хотели, чтобы попасть сюда и показать лучший результат. Мы готовились к этим соревнованиям довольно долго. Мы знали, что это будет, так как мы участвовали уже в том году еще в этих соревнованиях. Опыт какой-никакой мы уже получили. Знали, что будет. И отрабатывали все эти этапы. Ходили также в бассейн, немного отрабатывали. Команда готова. Главное, чтобы было хорошее настроение, чтобы все были готовы морально. А все остальное получится. Состязания начались со спасения раненого. Командам необходимо было из подручных средств построить носилки для транспортировки пострадавшего, который нуждался в медицинской помощи. Затем необходимо было переместить его из точки А в точку Б. Мои товарищи справились с этим очень хорошо. Помогли мне. Оказали первую медицинскую помощь. Справились они очень хорошо. Вроде бы простое задание, вязание узлов оказалось для ребят немного сложным, поскольку не каждый из участников смог сделать узел ровным, красивым и в то же время правильным и крепким. А следующий этап, пожарно-тактическая полоса, позволил командам продемонстрировать все свои умения. Она ничем не отличается от взрослой полосы пожарно-тактической. Поэтому все элементы, которые отрабатываются взрослые, вплоть до тушения условного пожара, да не условно настоящего пожара будет. Соответственно, эти ребятишки будут проводить на стадионе у вас. В ходе эстафеты участники команд почувствовали себя настоящими спасателями пожарными. Они преодолевали забор, прокладывали линию из пожарных рукавов длиной 40 метров с преодолением бревна, ликвидировали огонь с помощью огнетушителя. Основная задача, конечно, это три момента. Это закрепление тех знаний по основам безопасности жизнедеятельности, которые они прошли в образовательных организациях. Второе – отработка навыков. Ну и третье, соответственно, практические мероприятия. Потому что теории много, а практики практически их не было. Поэтому здесь они могут показать все свои способности. Во второй день на базе губернаторского техникума работал полевой лагерь «Юный спасатель», в ходе которого ребятам пришлось применять все свои знания по выживанию. Мы здесь в течение одного дня будем, если поедут на межрегион, они на трое суток уходят в тайгу, на России на пять суток с минимальным запасом продуктов. И они должны пройти до 30 препятствий, преодолеть и выйти в заданный район, провести поисково-спасательные работы с минимальным запасом продуктов. То есть, чтобы они могли выжить в условиях природной среды. Для чего это сделано? Чтобы ведь иногда случилось в ЧАЭС, или вертолет упал, или по другой причине, в таких местах, где недоступно подъехать ни на транспорт, ни на чем. Вот эти как раз детишки, будущие спасатели, они должны подойти туда, именно используя спасательное оборудование, которое у них имеется. В ходе состязания определились сильнейшие команды, которые будут представлять Саратовскую область на межрегиональном этапе школы безопасности и лагеря «Юный спасатель» в Мордовии. Так, среди юных пожарных спасателей лучшими стали ребята из губернаторского техникума. А среди юных туристов спасателей первое место завоевала команда школы номер 19 из города Энгельс.